Добрый вечер! Итак, сегодня у нас третье занятие из цикла про Леви Стросса. На прошлом занятии мы говорили о том, что Леви Стросс разрабатывает структуралистский подход к антропологии. Это подход, который себя выигрышно проявляет в определенного типа материале. Такой как миф или социальная структура. Или в частности то, с чего начинает Леви Стросс свои собственно структуралистские исследования. Это вопрос о браке, о семейных отношениях и о взаимосвязи брака с социальной структурой. Потому что брак с точки зрения Леви Стросса это не просто какое-то явление психологическое, основанное на любви к каких-то взаимоотношениях. Или даже экономическое. А брак это своего рода язык. Вообще родство и брак это своего рода язык. Это своего рода сообщения, которыми обмениваются люди. То есть женщина таким образом является неким посланием. СМС-кой, которое одно племя передает другому племени. А с другой стороны, сходство с языком в чем проявляется, это то, что это является некая система осмысления мира. Это не просто даже люди осмысливают только свои отношения, но они осмысливают и все что угодно в этих терминах родства. Как мы говорим, лисичка-сестричка, братец-кролик, луна это брат, сестра это месяц и так далее. То есть вот эти категории брат, сестра, племянник, тесть, деверь и так далее. Это некая универсальная схема, которую можно применять к огромному количеству самых разнообразных явлений, самых разных планов. И что-то понимать о мире. И поэтому существует такая сложная система родственная и брачная, которая обладает таким потенциалом охватывать большое количество явлений, в том числе, которые выходят за рамки какого-то эмпирического набора. То есть всегда богаче эти отношения, чем какие-то эмпирические задачи, которые стоят перед людьми. Можно было бы гораздо проще, если у нас тот человек в племени, мы можем гораздо проще все эти отношения описать, если нам это нужно для поддержания социальной структуры. Но есть некий избыток. И есть некий, как говорит Леви Стросс, плавающий элемент. Элемент, который не связан эмпирически с чем-то конкретным, но который позволяет что-то новое видеть, описывать какие-то новые ситуации. То есть сделать так, чтобы эта система была открыта, имела определенные возможности, потенциал. А вдруг у нас 200 человек будет через какое-то время. Но эта система все равно будет работать и для 200 человек. И именно таким образом, именно структурно, а не психологически, не социологически, не экономически описываются те явления, с которыми мы сталкиваемся, когда говорим о родстве и браке. Таким образом описывается инцест, потому что до этого непонятно было, на чем основан инцест. Было много теорий, в частности довольно-таки забавных теорий. Вот была, скажем, теория Макленнана, в котором речь шла о том, что люди хотят проявлять некую воинственность. Добыча – это то, что дает престиж человеку. Поэтому человек, который украл жену с риском для жизни у какого-нибудь другого племени, он крутой мужик. А человек, который женился на своей собственной сестре, он лузер. И, соответственно, человек хочет, чтобы его уважали, поэтому он, когда приходит время ему жениться, он уходит для того, чтобы раздобыть себе женщину. И таким образом постепенно уже это стало таким общепринятым обычаем, и уже люди по-другому даже не в голову не приходят подумать о сестре как о возможном варианте, а исключительно только вот этот вот престижный вариант рассматривать. Но Леви Стросс описывает это совершенно другим образом. Он говорит о том, что в основе брака существует явление рецепропности, явление взаимности. Это явление, которое, собственно говоря, пронизывает социальность. И определенные такие яркие проявления рецепропности можно увидеть в нашем поведении. Скажем, если мы собираемся за столом, то давайте подумаем, что мы делаем, чтобы в нашем бокале было вино. Мы не можем взять и себе налить. Это нехорошо налить себе вино. Мы должны налить своему соседу, с тем, чтобы сосед налил вино нам. Вот с похожего описания начинается, собственно, книга про структуру родства у Леви Стросса. Он описывает там традиции на юге Франции, о том, что на юге Франции есть много таких кабачков, где местное вино продается. Причем это вино, ну как бы, человек приходит и уже в стоимость заказа входит бутылка вина. Но при этом никто не наливает, то есть на столе уже стоит бутылка вина. Но никто не берет эту бутылку вина и не наливает себе. Нужно, чтобы налить кому-нибудь другому, с тем, чтобы тот другой налил тебе. И вот таким вот образом получается, что хотя мы ничего не приобретаем, мы ничего не теряем при этом, мы, собственно говоря, одно обмениваемся равными совершенно вещами. Но таким образом мы, на самом деле, очень многое приобретаем за счет того, что мы разрушаем некую неловкость, мы создаем некую атмосферу, у нас появляется какой-то контакт с другим человеком, и мы можем дальше там развивать какую-то определенную тему. Или, по крайней мере, не чувствовать себя чужаком, не чувствовать, что вокруг враждебное окружение. И женщина является вот таким вот, ну, такой ценной вещью. Вот ценные вещи, нужно, ну, кайф, когда ты делишь ценную вещь с кем-то, какой-нибудь там хамон, какой-нибудь там парнизан и так далее, нельзя его отрезкать в одно рыло, а нужно вот как бы предложить другим людям, тогда действительно испытаешь наслаждение. В то время как какую-нибудь там кашу, ее вполне можно есть самому, не обязательно предлагать кому-то другому. И вот на основании вот этой взаимности, собственно говоря, и строится социальность. Надо сказать, что еще во времена Леви Стросса, когда писал Леви Стросс в 50-е годы, уже существовали довольно-таки активные феминистки, которые сразу стали на него нападать, студентки устраивали всякие такие скандалы по поводу того, что почему, собственно говоря, женщина, почему женщина интерпретируется как некая вещь, которой мужчины обмениваются. На самом деле не мужчины, а кланы обмениваются. Это сообщение, которое посылает друг друга общество, а от них не какие-то отдельные люди. Собственно, такого индивида в нашем понимании, нет, не мужчины, не женщины в качестве такого индивида. Но вот почему именно женщины? Ведь можно было бы мужчинами обмениваться. А вовсе нет. Ведь штука в том, что женщинами обмениваются, потому что женщина лучше, чем мужчина. Это как бы не неуважение к женщине, а наоборот уважение. Потому что женщина способна рожать. То есть, получая женщину, мы получаем тем самым и потенциальных детей. В то время, если бы мы обменивались мужчинами, то мы бы ничего ровным счетом не получали. Зачем нужен, собственно говоря, этот мужчина там, если у него еще пока что нет каких-то определенных ценностей, какого-то определенного значения, если он там не чей-то сын какого-нибудь вождя, и так далее. А вот женщина любая, она представляет из себя в этом смысле ценность. Правда, если нужен мужчина, то здесь тоже включается достаточно сложная система обмена, система брака. В том числе Ливи Стросс приводит такой пример из практики времени квакиют. Если они хотят себе заполучить какого-нибудь статусного мужчину, сына какого-нибудь статусного вождя, для того, чтобы сблизить два племени, но у них нет невесты, то в таком случае можно поженить сына этого вождя на сыне вождя того племени. Или даже более того. Ну, разумеется, это как бы... Это с этого отнюдь не значит, что они там будут каким-то образом жить какой-то такой жизнью. Ну, это более символически имеет смысл. Или более того, можно женить этого самого привлекательного молодого человека на какой-нибудь части вождя, части тела вождя, на ноге или на руке вождя. Или более того, на мебели. И вот таким вот образом человек становится частью этой семьи. То есть семья это отнюдь не папа и мама, отнюдь не то, что связано непредименно с размножением, а с каким-то определенным сообщением с людьми. И вот таким образом выделяются две брачные группы. Причем здесь возникает одна очень важная проблема. Вот есть наша группа, группа, в которой запрещено мужчинам брать себе в жены женщин. Но этот принцип он только запрещает, он еще не обязывает. И получается, что дальше непонятно, а кого, собственно говоря, мы можем брать, если мы не можем брать этих женщин, других женщин мы можем брать. Вот необходим не только запрещающий принцип, но и принцип приписывающий. И вот эта проблема решается при помощи разных устройств, разных социальных изобретений, институтов. И способы решения различные. Первый способ решения это клан. Вот слово клан в антропологии, в отличие от слова род, от слова племя и так далее, это именно то, что обозначает некую брачную группу. Почему существуют кланы, это была загадка до Левистроса, для антропологов. Потому что часто так бывало, что общество делится на какие-то племена или на какие-то экономические слои и так далее. К чему еще деление на клан? И много было разных теорий, которые пытались объяснять такую плановую структуру, например, тем, что происходило слияние разных групп. То есть изначально было несколько племен, потом они слились в единое племя, но память о том, что это все-таки разные племена остались. Поэтому у нас остались разные кланы тех людей, которые ранее принадлежали к разным племенам. Или наоборот, есть одно племя, это одно племя разрастается, оно становится уже слишком большой, оно делится на два племени и таким образом возникает вот такая структура клана. Но с точки зрения Левистроса, это объясняется решением вот этой проблемы, о том, что был запрет и предписание. Наш клан, это там, где запрещено, другой клан, это тот, в котором разрешено. Остальные кланы, остальные племена, люди и так далее, они уже находятся вне этого пространства и редко бывает, что происходят какие-то брачные союзы на расстоянии. Но есть и другой способ решения проблемы, это то, о чем мы в этот раз говорили в прошлый раз, кросс-кузенный брак. Мы об этом в обсуждении говорили, про кросс-кузенный брак. Тоже такая удивительная странность, что запрет, анцесс, с одной стороны, запрещает жениться на кузенах, но только на тех кузенах, которые являются параллельными. И наоборот предписывается брак с кросс-кузенами. Хотя в кровно-родственном отношении они одинаково стоят по отношению к эго. То есть ко мне, к тому человеку, которого ведется отсчет всей этой системы. Почему же так получается, что запретный анцесс вдруг оказывается наоборот предписанием анцесса? Вот эта вот система кросс-кузенных браков, предписание кросс-кузенных браков, она тоже является способом ответа на вопрос, а кого же брать без жены? Вот как бы подсказывают молодому человеку, что сестру нельзя брать, параллельную кузину нельзя брать, взять, а кросс-кузину можно брать, потому что кросс-кузина это дочь дяди, его дяди по матери. И таким образом, почему именно эта женщина является предпочтительной? Потому что дядя относится к той части, которая постоянно обменивается женщинами с, так сказать, моей частью. То есть дядя это тот, кто дал мать, отцу. И соответственно, дочь этого дяди является привилегированным вариантом для того, чтобы осуществлять брак. Ну, кросс-кузина это не только дочь дяди, матери, но и дочь сестры отца. В принципе, она тоже является кросс-кузиной, но предписание жениться на ней существует гораздо в меньшей степени. Потому что вот эта группа, она не позволяет поддерживать такого рода воспроизводство эффективное, которое поддерживается в случае кросс-кузины по дяди. И таким образом получается, что клан и кросс-кузинный брак это два альтернативных ответа на один и тот же вызов. И поэтому, если запрет на инцест существует повсеместно, то клановая система и система кросс-кузинных браков существуют одни дни повсеместно. Потому что можно по-другому решать эту проблему. И часто бывает там, что там, где есть кланы, нет кросс-кузинных браков. И наоборот, там, где есть кросс-кузинные браки, там нет никакой необходимости в существовании, клана. Таким образом, есть, Левистрос описывает ситуацию, брачную ситуацию, которую называют элементарной структурой. Элементарная структура родства. Что это такое элементарная структура родства? Это структура, в которой брак запрещается или предписывается. В то время как сложные структуры, это те, в которых брак может определяться экономически или определяться психологически. То есть, в которой и система родства никак не следует, на ком именно мы должны жениться или выходить замуж. Однако, вот эта система обмена брачными, так сказать, единицами бывает разная. существует обмен ограниченный, в котором происходит обмен между двумя группами брачными. Группой А и группой Б. Эта система может усложняться, поскольку получается, что дети, рожденные в одном браке, они имеют мать и отца из разных этих групп. и таким образом оказываются принадлежат к этим группам и так далее. Возникает целый ряд логических парадоксов, которые нужно преодолевать. Есть более сложная система, которая называется обобщенный обмен. Это ограниченный обмен, это обмен обобщенный. Обобщенный обмен это когда существует не одна группа, с которой мы обмениваемся, а три группы, две группы, три группы и так далее. Целый ряд может быть групп. Это система гораздо более гибкая, гораздо более эффективная. При этой системе экономится время, потому что если у нас только две группы, то мы зависим от того, сколько детей родилось в той и другой группе. Нам нужно ждать, когда появится подходящий брачный партнер. В то время как, если у нас есть возможность вступать в брак с представителями многих групп, то мы можем найти подходящего партнера гораздо быстрее. Благодаря обобщенному обмену мы можем включать в зону нашего дружеского круга различные кланы. У нас есть только один дружеский клан, в то время как таким образом мы оказываемся связаны родственными узами со множеством разных кланов. Но вместе с тем возрастает напряжение внутри общества, потому что так или иначе члены этих других кланов, которые включаются в наш клан, они вносят определенный разнобой в наше общество, и таким образом наше общество грозит разрушиться. С обобщенным браком связано очень такое любопытное явление. Это то, что зачастую практикуется полигамия для каких-то ценных членов этой группы. Или последовательное выдавание девушки за вождей различных племен. Скажем, есть там четыре племени, которые дружественны по отношению к нам. И у нас есть ценная принцесса. И вот лучше всего эту принцессу последовательно выдать замуж за сыновей вождей всех этих четырех племен, для того, чтобы поддерживать связь со всеми этими племенами. вот эта схема работает отнюдь не только в бесписьменных примитивных обществах, но и, например, в средневековом обществе. Есть такая очень интересная история, очень романтичная история Леоноры Кританской. Про нее написана книга есть на русском языке. И есть лекции, кажется, на политру, которую Басовская читала. И в книге, и в этих лекциях описывается Леонора Кританская. Ну, собственно говоря, это такая очень одаренная девушка, которая была музой и поэтом, которая, собственно, основательница куртуазной поэзии. И у нее при дворе всегда было огромное количество разных поэтов, мыслителей и так далее. То есть, такая интеллектуально активная жизнь велась. И в частности, такой факт ее биографии, что она была женой французского короля, а потом была женой английского короля. А поскольку она прожила очень долго, то получилось так, что многие ее внуки стали царствующими особами по всей Европе. и называли бабушкой средневековой Европы, потому что получается, что ее потомство обладало коронами. И вот в этой книге и в лекциях описывается она как такая романтичная особа, которая очень привлекала различных людей. Эти люди непременно хотели жениться, завидная невеста, все хотели жениться. И такая история романтичная, индивидуальная и так далее. Но на самом деле вот эта практика, когда осуществляется брак с одним королем, потом осуществляется брак с другим королем, это всего лишь навсего, это не какой-то личный выбор этих королей, которые были влюблены в эту Алиенору, и не выбор Алиеноры, а просто достаточно стандартная практика средневековой Европы того времени. Если мы девушку выдали замуж за одного короля, этот король погиб, а такое бывает нередко, то что добру пропадать? Ну, нужно быстро подыскивать какого-нибудь другого короля. Таким образом получается, что мы накапливаем накапливаем такие статусы определенные. Итак, если у нас есть множество групп, в котором происходит обмен супругами, то есть определенные законы, по которым эти обмены регулируются. Эти законы заключаются в том, что обмен идет по одному направлению. То есть если клан А берет жену из клана Б, то клан Б берет жену из клана С, клан С берет жену из клана А. То есть все это замыкается. И здесь получается такая очень интересная вещь, появляется такая традиция выкупа за невесту. Причем этот выкуп идет в обратную сторону. То есть клан А платит клану Б, клан Б платит клану С, а клан С опять в случае клану А. То есть здесь получается такой ход по часовой стрелке и против часовой стрелки, подобно тому, как у Малиновского и его описание кулы на Трабрианских островах. Ожерелья идут в одну сторону, а браслеты идут в другую сторону. Но вот это ценность, которую платят, она не является экономической. Скажем, если это стадо коров, то этих коров нельзя потреблять. Они являются некоторого рода гарантией того, чтобы эти отношения поддерживать. причем эти все выкупы очень ритуализированы и очень сложны. В частности, бывает так, что делится выкуп, может делиться выкуп на 12 частей, и оплачивается каждое движение. То есть, невеста вступила на порог, выплачивается какая-то определенная сумма. невеста прошла в дверь, выплачивается другая часть суммы. Невеста прошла по лестнице, и так 12 раз выплат осуществляется. И в таком случае появляются такие важные люди, которые регулируют весь этот процесс. помимо дяди. Вот я говорил о том, что дядя, брат матери, является очень важным человеком, потому что это человек, который является как бы распорядителем, ткачом вот этой ткани семейно-родственной. На нем от него зависит поступление женщин. Но если у нас вот эта сложная система, то в таком случае есть и другие распорядители, в частности у племени Тонга, есть очень такие отношения тесные между мужем и женой брата жены, то есть невесткой. Вот почему невестка не очень понятно. В том случае, если это у нас два клана, то понятно, что невестка все-таки имеет какое-то определенное влияние на подачу женщин и так и так далее. Но эти отношения они тесно связаны с традицией лоболы, то есть определенного выкупа достаточно большого, который является гарантией на право иметь жену. и вот это стадо, как правило, это стадо, оно передается в семью брата жены и невестка как бы является, ну что ли, символичным, гарантом поступления жены и своего рода символическим представителем этой жены. То есть для этого самого мужа жена брата жены будет вот как бы таким родственным важным человеком, как дядя для племянника. Вместе с тем Левистрос обращает внимание на то, что есть определенная закономерность в отношениях между братом, матери и племянником и отношениях между братом и сестрой. А с другой стороны отношения между отцом и сыном и отношения между мужем и женой. То есть вот эти вот четыре типа отношения они связаны, они определенным образом связаны. И если в одном из них существует какое-то одно отношение, ну скажем, мы можем положительное отношение, отрицательное, ну скажем, уважение, или какая-то близость и так далее, или наоборот, враждебность, избегание. Если у нас есть положительные отношения в одном из этих четырех членов, то в таком случае отношения в других будут зависеть от того, какое отношение в первом члене. Скажем, если между братом, матери и племянником отношения будут очень теплые и хорошие, то между братом и сестрой будут отношения очень сильно регламентироваться, запрещаться и так далее. Точно так же, если отношения между отцом и сыном теплые, то в таком случае между мужем и женой будут отношения поддерживаться, наоборот, враждебные. Это не зависит от каких-то личных отношений, от личных симпатий. А вот так вот устроена вот эта вот как бы социальная грамматика. Хочешь, не хочешь, но если вот у нас с таким-то человеком ты обязан дружить, обязан его любить, уважать и так далее, а с такими людьми, таких-то людей ты, наоборот, должен избегать. Скажем, к примеру, в Траблианских островах, в Меланезии, которые описывались в Малиновском, там существует матрелинейный счет родства. И существуют вместе с тем близкие отношения между отцом и сыном. Вот я рассказывал эту историю о том, что там сын должен заниматься символическим каннибализмом. Когда отец умирает, там его тело разлагается несколько дней, потом оно выкапывается, и сын, он зубами очищает кости отца от плоти. И Малиновский спрашивает, а почему ты это делаешь? Он говорит, ну как же, отец ведь это человек, который на руках меня носил, попу мне вытирал. Ему тоже, наверное, это было неприятно делать, но он это все делал. И поэтому, но при том, что он не является отцом на самом деле, он не считает, что это его биологический отец. Это просто как бы муж матери, который должен заботиться о ребенке. Иначе как бы непонятно, зачем он там, собственно, нужен в этой семье. А с другой стороны, на Требрянских островах существует антагонизм между братом матери и племянником. А если мы возьмем традиции, которые у черкесов, как полагает Левистрос, но вообще надо сказать, что очень смешно, когда Левистрос или какой-либо другой антрополог пишет, да, какие-то народности России, потому что там народности России включаются в этот контекст антропологический, каким-то там выглядят. И выглядит это очень странно. Значит, у черкесов, для которых характерна патрилинейность, напротив, они культивируют соперничество между отцом и сыном, в то время как дядя с материнской стороны постоянно заботится о своем племяннике, помогает ему, а в день его женитьбы, должен ему непременно подарить хорошего коня. И точно так же на Антроприанских островах муж и жена находятся в нежных близких отношениях, отличающихся взаимностью, и в то же время над братом и сестрой тяготеет строгая табу. То есть брат и сестра, они вообще не должны прикасаться друг к другу, не должны спрашивать друг о друге. Вот не может сестра спросить, а куда там пошел мой брат? Вот опять-таки, если мы вспомним Мариновского, я рассказывал историю про Ромео и Джульетту из Требрянских островов, о том, что брат подвесил чашу с любовным напитком, сестра задела его головой, и капля этого любовного напитка попала на сестру. И она приходит к матери и говорит, а где мой брат? И мать ошарашена совершенно, потому что это вопрос абсолютно неприличный, сестра не может задавать такой вопрос, где мой брат? И мать там, в конце концов, говорит, что он пошел куда-то там на пляж, сестра идет на пляж, начинает преследовать брата, они там совокупляются очень бурно, и потом умирают от совокупления, и прорастает у всех костей мята, из которого изготавливают вот этот вот самый любовный напиток, который подвесил брат в этой самой хижине. А на Кавказе у черкесов как раз наоборот, отношения между братом и сестрой очень нежны, причем до такой степени, что единственная дочь усыновляет брата, после чего он целомудренно делит с ней постель. Но в то же время у супругов черкесов никогда не станет муж появляться с женой на глазах у людей, и посещает ее тайком. И как существует запрет у трабрианцев спрашивать про брата или сестру, на Кавказе эквивалентом этого запрета является запрещение спрашивать мужа на здоровье его жены, или вообще как-то интересоваться женой. Вместе с тем эти семейно-родственные отношения являются источником постоянных проблем, потому что на самом деле здесь масса противоречий. С одной стороны, у нас есть какая-то определенная крупная последствия наследования, но с другой стороны, мы постоянно должны включать в наши вот эти крупные отношения людей, которые являются совершенно чужими. То есть есть связь между наследованием, связь родственная между сестрой и братом, и есть связь между мужем и женой. И вот это вот как бы три типа связи, нужно как-то их постоянно применять, и они зачастую очень сильно конфликтуют. И так или иначе, приходится балансировать определенным образом, приходится изобретать институты, которые позволяют примирить вот эти различные линии, использовать их наиболее эффективно. В частности, очень интересным примером таких институтов является дом. Вот это образование совершенно удивительное, образование парадоксальное. Люди, которые принадлежат дому, они кто такие? С одной стороны, это кровные родственники, но с другой стороны, членами дома являются люди посторонние, которые включаются определенным образом в члены этого дома. При этом мы как бы должны, если у нас есть дом, то мы должны людей, которые не являются нашими кровными родственниками, интерпретировать как наших кровных родственников, а наших кровных родственников мы можем перестать интерпретировать как родственников. Ну, как говорится, что дочь – это отрезанный ломочек. То есть мы ее отправили куда-то и все, и все, и позабыли. И вот такое вот явление как том, оно очень ярко проявляется в племени Квакеюты, о котором я уже сегодня упоминал, о котором очень активно занимался Боас в свое время. И Левистрос здесь опирается на Боаса, потому что в то время, когда Левистрос это писал уже, это племя далеко уже ушло от вот этих вот своих традиций. И Боас обращает внимание на то, что в этом племени власть переходит от отца к сыну. Причем это очень-очень важно. Существуют так называемые мифические имена. Мифические имена – это изначальные имена, которые появились тогда, когда первопредки это племя основали. Набор этих мифических имен крайне ограничен, это очень большая ценность, и они переходят от отца к сыну. Но при этом, помимо вот этой патрелинейности, также очень важную роль играет и матрелинейность, поскольку герб человек получает от матери или от тестя, но получает он его не сам по себе, а в интересах сына. То есть для того, чтобы затем передавать сыну. Здесь получается такой сложный вопрос. А как вообще назвать эту систему, которая существует у Хваки Ютель? Что это племя, то есть родственное что-то, или клан, то есть какие-то группы брачные. И Боас полагает, что это не является ни племенем, ни кланом, а называет эту систему словом, из языка Хваки Ютель, «твитаут». Это вот такое вот сложное соединение соединение с вот этих вот двух элементов. Это, ну, в принципе, это явление, которое Босс, он считал это явление уникальным, потому что нигде больше он не встречался, вроде бы. Но Левистрос обращает внимание на то, что существуют и другие племена, в которых есть схожие институты. Например, есть племя Юрок, о котором антропологи пишут, что оно является каким-то примитивным, каким-то бесструктурным. Там нет племен, нет кланов, нет родства и так далее. Но Левистрос обращает внимание на то, что племя делится на дома. И вот дом – это совокупность материальных и нематериальных ценностей, ценностей, которые передаются по родственной линии, реальные или воображаемые. И также можно обратиться к средневековой традиции, да не только средневековой, собственно говоря, в Европе тоже есть вот такое вот понятие дом, особенно для, особенно царствующих особ. Люди там из дома такого-то. И в доме тоже соединяются вот эти вот две противоположные тенденции. С одной стороны есть майорат, принцип майората, когда старший сын наследует все имущество отца. И в этом смысле это похоже на то, как передается власть у кого-то отца к сыну. Но с другой стороны существует передача, скажем, фамильных драгоценностей, по линии матери. То есть у бабушки там есть какое-то серебро, какие-то драгоценности, которые переходят матери, когда она выходит замуж, а когда дочь выходит замуж, она дальше передается и ей. Таким образом, дом это такой институт, который пересекает все способы наследования и позволяет нам как бы ими манипулировать. То есть, и точно так же, опять-таки, если к Средневековью обратиться, есть принцип наследования и принцип избрания. Король наследуется и король избирается. И вот есть проблема, как эти два противоположные тенденции разрешить. Часто это решается таким образом, что старый король при жизни своего сына-младенца венчает на царстве. Как вот Карл, знаменитый шансон Д'Ажест, в котором он описывается, как Карл Людовику 15-летнему передает знаки королевского правления. И вот таким образом получается, что с одной стороны сын является наследником, но кто его знает, что там случится, непонятно. А вот кроме того, еще и происходит такой волевой акт, когда осуществляется передача вот этой вот царской власти, и уже это дает какой-то определенный гарантию. И точно так же дом около Киютель служит для того, чтобы с одной стороны заполучать какие-то новые титулы, максимизировать символические ценности, насколько это возможно, за счет принятия в свой дом каких-то ценных людей, которые могут эти титулы принести, и вместе с тем собирать это все в доме и препятствовать тому, чтобы однажды добытые символические ценности ушли за пределы дома. То есть мы максимизируем приобретение и вместе с тем минимизируем утраты. Ну вот, собственно говоря, так описывает Левест Рос проблематику родственных и брачных отношений. На этом мы сегодняшнюю лекцию завершим. Субтитры создавал DimaTorzok